Кровавый дождь накрыл один из районов Норильска. В красный цвет окрасились дороги, тротуары, парковки. Вот в таком виде водители обнаружили свои автомобили. Можно снимать фильмы ужасов практически без декораций. Авторы видео и фотографии гадают о причинах цветного дождя. Это уже не первый случай, когда в Норильске наблюдают багровую воду. Несколько раз в красный окрашивалась река Далдыкан. Под Тынды, это Амурская область, из-за мощных ливней обрушилась часть дороги под железнодорожным мостом. Пропасть между двумя участками достигала нескольких метров. По словам очевидцев, провал рос с огромной скоростью. Сначала это был небольшой ручеек, но бурный поток быстро охватил все больше и больше земли. Подходить к краю обрыва авторы этих кадров не решились и правильно сделали. Выглядели эти берега очень ненадежно. Непогода это иногда еще и повод повеселиться. Стихийную зону отдыха устроили новосибирцы во дворе многоэтажки после сильного дождя. Из-за забившейся ливневой канализации там образовалось некое подобие бассейна. Среди местных жителей сразу же нашлись те, кто захотел искупаться в новом водоеме. Однако инициативу одобрили не все. Иди сюда. Иди сюда. Ты дурак что ли? Он же тебе машину за... Почему? У него когтеры такие. Медведь это не кошка и даже не собака. И прежде чем подзывать его к себе, нужно хорошо подумать. В доказательство вот эти кадры из Карелии. И подцарапанная машина это не самое страшное. Можно и самому получить на памяти несколько отметин на лице в лучшем случае. Ну а о том, что зоологи давно говорят, не кормите медведей на трассах, и говорить не приходится. Теперь новости технологии. Венчурный фонд одного из основателей Mail.ru групп Дмитрия Гришина объявил о стратегическом партнерстве с Epic Games создателями популярного игрового движка Unreal Engine. Grishon Robotics вложит 100 миллионов долларов в стартапы, которые используют Unreal Engine 4. Это последнее поколение среды. Как отмечают в фонде, сегодня такие технологии применимы не только для игр, но и для моделирования больших систем. Берешь любой большой сервис в реальной действительности, и ты хочешь понять, что будет происходить в данном случае. Например, как будут действовать курьеры службы доставки в случае, когда происходит чемпионат мира в городе, и на улицах вышел миллион человек. То есть, условно говоря, например, в реальности, конечно, это можно попробовать, но это очень тяжело. Нужно для этого провести чемпионат, нужно миллион людей высеть на улицу. А в виртуальном мире можно попробовать какую-то такую приближенную модель построить и посмотреть, как в этом случае будут себя вести различные физические объекты. Машины, люди, курьеры. Впрочем, сам подход сейчас крайне популярен в виртуальной среде. Тестируют очень многие вещи. Например, как писала западная пресса, такими симуляциями пользуются SpaceX при создании ракет. Недавно о создании собственной среды заявила NVIDIA. Она планирует использовать ее для тренировки беспилотников. И Дмитрий Гришин подчеркивает, именно подобные проекты интересны инвестору. Под них, например, поменяют интерфейс движка, ведь специфика задачи теперь иная. Кроме того, компания видит особый потенциал в моделировании различных процессов именно в робототехнике. И тут Гришин Robotics сможет предложить свою экспертизу. Мы, со своей стороны, будем пытаться помогать отыскивать стартапы, которые конкретно интересуются движком. И нарабатывать экспертизы его использованиями в робототехнике. И около похожих индустрий. А Epic внутри себя создаст дополнительные группы людей, которые будут по поддержку организовывать именно стартапы в области робототехники. Глава компании признается, что крупных игроков на рынке всего два. Это Unity и как раз Unreal Engine. Пользователям он знаком, в первую очередь, по играм, созданным на его основе. Это, например, Unreal Tournament, Fortnite, Gears of War, Life is Strange и 10 Mortal Kombat. Именно при создании игр с Epic Games сотрудничала Mail.ru. На базе движка сделали танковый шутер Armroad Warfare, известный также как проект Armata. А в феврале этого года Mail.ru уже стал стратегическим партнером Epic Games. В рамках него российская компания помогает разным игровым студиям. Сейчас использование Unreal Engine бесплатно для проектов, которые зарабатывают меньше 3000 долларов за квартал. Если больше, то 5% от прибыли.